Симфоническая сказка – это когда историю рассказывают сами музыкальные инструменты. Каждый персонаж имеет свой определенный тембр и лейтмотив. За характер Пети отвечают струнные инструменты, за дедушку – фонот, за волка – медные струнные, а охотники появляются под грохот литавр и барабанов. Знаменитая история зазвучала благодаря ученикам губернаторской школы искусств. На сцене аккомпанировали актеры театра юного зрителя. Такой тандем не повторяли даже на мировой сцене. Многие со скепсисом отнеслись к этой идее, тем более, что сроки были достаточно сжаты, и нужно было это с детьми очень быстро выучить. Но, тем не менее, глаза боятся, а руки делают. И мы достаточно в короткие сроки подготовили вот эту историю. И, как вы слышите, дети вполне серьезно справляются со своей задачей. Со скепсисом поначалу относились и к автору этой сказки. В студенческие годы Сергей Прокофьев даже писал двойные произведения. Одно для экзаменатора, второе – для себя. Эти и не только составляющие биографии композитора актеры решили отразить в постановке. Такой пролог – авторское решение, которое помогло лучше понять творчество Прокофьева. В 1914 году Сергей Прокофьев с отличием окончил учебу и стал лауреатом премии Антона Рубинштейна. Вскоре он начал активно выступать как в нашей стране, так и за рубежом. Спектакль смог выйти в свет благодаря победе в грантовом конкурсе Российского фонда культуры. На выигранные деньги удалось буквально приодеть историю. Появились мобильные декорации, костюмы. Теперь историю о Пете и Волке могут услышать в разных уголках города и страны. Александра Никитина и Герман Баранов. Управда ТВ.